Добрый день, дорогие зрители! С вами программа «Книжный бум» и я ее ведущая Татьяна Соловьева. Наступил сентябрь, пора учебы. Кто-то пошел в школу, кто-то в детский сад, а кто-то в институт. И этот выпуск мы посвятим книгам для детей. А начнем с книги Елены Усачевой «Азбука профессии» издательства «Детская литература». Красочная энциклопедия, в которой на каждую букву отведена своя профессия. «Мэ» – музыкант, «Кэ» – книговед или «И» – искусствовед. Что это такая за профессия? Чему надо научиться? Где ты сможешь работать? С чего лучше всего начать? И какие книги стоит прочитать? Все это на страницах «Азбуки». Помимо красочных, ярких иллюстраций, здесь есть QR-коды. Если навести на них смартфон или планшет, то можно найти специальное задание, выполнив которое, ты можешь понять, интересна тебе эта профессия или нет. Азбуки. Я хочу рассказать вам о книге «Азбука Арктики и Дальнего Востока». Автор Олег Рой. Мы готовили это издание в течение года вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. За что мы благодарим их? Итак, главные герои Варя и ее брат Ваня вместе со своей собакой и олененком Леней отправляется в сказочный мир. Здесь на каждую букву есть свое слово. Например, «Мэ-Морж». И вы узнаете целую историю о нем. Или о Магадане. Или о ледниках. Здесь собраны и исторические факты, и географические точки, и города, и люди, и животные, и растения. Каждая глава заканчивается специальным заданием, выполнив которое вы закрепите материал и узнаете еще больше. Я желаю вам увлекательного путешествия по бескрайним просторам Дальнего Востока и Арктики. Предлагаю отправиться вам в путешествие по мировой живописи. Благодаря Дэвиду Хокни и Мартину Гейфорду. И книги «История картин для детей». Это издание подготовлено совместно с Эдмаргеном и Грожом. Книга сделана как диалог двух старых друзей, которые рассуждают об искусстве, как связана фотография и живопись, как родился первый портрет и что общего между Микеланджело и Ван Гогом. Это потрясающий исторический срез и возможность оказаться сразу в мировых галереях, познакомиться с творчеством выдающихся людей мира. Эта книга попала ко мне совершенно случайно на одной из выставок. И я не могла пройти мимо. Я открыла для себя множество интересных фактов о личности художников, о картинах, о мастерских, о методах. И я надеюсь, что детям тоже будет интересно узнать о мировой истории. Поговорим о классике. Издательство Альпина Проза совместно с интернет-порталом Полка подготовили, на мой взгляд, очень интересную и необычную серию русской классики вот в таком исполнении. Я обращу ваше внимание на роман Евгения Замятина «Мы». Он был написан в 1920 году, а опубликован только в 1988. Откуда я это узнала? Не поверите, из предисловия. Именно поэтому так полезно их читать. Вся серия, которую подготовило издательство Альпина Проза, таким образом и построена, что литературные критики и современные писатели рассказывают нам о классических русских произведениях. Это поможет вам в написании сочинений или в понимании самого произведения. А закончить сегодняшний выпуск я хочу долгожданной новинкой Павел Воля, Петерси, Дети гор. Совсем недавно, в июне, мы говорили с вами о его первом романе Петерси, Дети океанов. Это, конечно же, продолжение. Поэтому я надеюсь, что вы успели прочитать. Ну а если нет, все равно рекомендую вам взять эту книгу в руки и вместе с героями отправиться в приключения по России. Что я хочу отметить, что Павел Воля очень внимательно относится к историческим деталям. А здесь их будет много. И географических тоже, кстати. Мне нравится, что ребята встретятся с Александром II, побывают на хитровке. Я не буду рассказывать, чем закончится книга, потому что надеюсь, что будет продолжением. А для самых любознательных и внимательных мы подготовили сюрприз. Если быстро-быстро-быстро листать книгу, то вы увидите мультик. Читайте и отправляйтесь в приключения. С вами была я, Татьяна Соловьева, шеф-редактор издательства Repol Classic. Желаю вам познавательных историй. Редактор субтитров А.Семкин